Справедливое решение Нагорно-Карабахского конфликта неизбежно предполагало ущемление интереса в Армении. Иной исход означал бы полное фиаско действующего международного права и обнуление ценного исторического урока, вынесенного человечеством из итогов Второй мировой войны. Сложно представить себе более циничное оскорбление памяти десятков миллионов жертв этой войны, в том числе 600 тысяч французов. Поэтому позиция Франции, отстаивающая интересы агрессора, вызывает в лучшем случае недоумение. В худшем приходится констатировать, что Франция разделяет эти интересы, коль скоро так болезненно воспринимает их ущемление. При таком раскладе Франция автоматически теряет моральное право позиционировать себя как государство, стоящее на страже международного права. Как известно, принятая французским сенатом провокационная резолюция не имеет юридической силы. Обязать правительство страны к признанию липовой независимости Нагорного Карабаха она не может. МИД Франции уже забраковал резолюцию. Едва ли правительство в дальнейшем пересмотрит свою позицию. В противном случае Азербайджан незамедлительно разорвет дипломатические отношения с Францией. Разумеется, такое развитие событий негативно скажется на экономических интересах Франции в Азербайджане. Кроме того, этот шаг будет расцениваться как саботаж посреднической миссии Минской группы ОБСЕ и открытое пренебрежение международным правом. Предвзятость Франции в качестве посредника станет совершенно очевидной, и Баку вправе потребовать лишения Парижа статуса сопредседателя Минской группы. Неизбежно возрастет и напряженность в и без того сложных отношениях между Парижем и Москвой. Россия воспримет это как торпедирование трехсторонних договоренностей по Карабаху, достигнутых при ее непосредственном участии. Как уже подчеркивал президент России Владимир Путин, срыв этих договоренностей неминуемо приведет к возобновлению войны. Учитывая дислокацию российских миротворцев в Нагорном Карабахе, их безопасность окажется под реальной угрозой. Поэтому для России новая эскалация в зоне конфликта недопустима. Попытки спровоцировать эту эскалацию извне Москва расценит как брошенный ей геополитический вызов, который она несомненно примет. В рамках ответных мер России может пойти на беспрецедентное сближение с Турцией. Такой альянс вряд ли обрадует Францию, имеющую с Анкарой острые разногласия по целому ряду вопросов. Власти Франции осознают все вышеперечисленные риски и потому вероятнее всего не решатся на резкие телодвижения. Тем не менее, сам факт принятия этой резолюции уже серьезно подмочил репутацию Франции. Сегодня Париж напоминает обиженного подростка, у которого отняли велосипед и скрылись на нем в неизвестном направлении. Он настолько возмущен, что даже позабыл, что никакого велосипеда у него никогда не было. Была лишь иллюзия причастности к географически удаленным процессам, разрушенной объективной реальностью. Эта иллюзия подпитывалась особыми отношениями с Арменией, которая никогда не мыслила своего существования без покровителей. В этих отношениях и доселе было немало вызывающих вопрос и эпизодов. Взять хотя бы крайне мутную историю с поставкой оружия и боеприпасов из Армении в демократическую республику Конго. Эта засекреченная сделка принесла Армении прибыль в полтора миллиона долларов. Дальнейшая судьба этих денег неизвестна, скорее всего они благополучно миновали госбюджет. Впрочем, сейчас речь не об этом. Дело было в 2014 году, аккурат в то время, когда в Конго в рамках миротворческой миссии ООН находился военный контингент Франции. В его задачи входило обеспечение безопасности гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций. Есть серьезные сомнения, что Армения имела возможность выйти на клиентов из Конго самостоятельно. Равно как и в том, что оружейные сделки на полтора миллиона долларов заключаются по интернету. Без влиятельных посредников в подобных сделках в стране масштаба Армении никак не обойтись. Тем более, что на роль заправского экспортера вооружения Армения откровенно не тянет. Очевидно, что Ереван задействовал связи и получил конкретное содействие. Утверждать не берусь, но кое-какие предположения относительно того, кто именно выступил посредником в этой экзотической сделке, напрашиваются сами. История умалчивает о том, в чьи руки попало доставленное из Армении оружие в раздираемой внутренними конфликтами африканской стране. В любом случае, миротворческий мандат Франции регламентирован соответствующим международным законодательством. И там явно отсутствует пункт, предусматривающий содействие ввозу оружия в страну, где осуществляется миссия по поддержанию мира. Словом, очень темная история. Так или иначе, миротворчество Франции в контексте ее особых отношений с Арменией обретает весьма двусмысленный характер. Резолюция французского сената направлена не на установление мира в регионе, а на разжигание войны. Ту же цель преследует и заявление МИД Франции о необходимости поиска несуществующего баланса. Баланса между территориальной целостностью Азербайджана и правом мифического народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Все это лишний раз подтверждает нежелание Парижа рассматривать карабахское урегулирование через призму норм и принципов международного права. Обидно за Францию, но думаю мы переживем. На этом точка.